Не исключено, что Йозеф Блаттер в ближайшее время может оказаться под следствием. Как сообщили в среду американские СМИ, ФБР и прокуратура изучают деятельность Блаттера в связи со вспыхнувшим недавно коррупционным скандалом. Ссылаются при этом американские журналисты на источники в правоохранительных органах. ФБР отказались комментировать сообщения о возможной причастности Блаттера, так как официальное обвинение против него пока не выдвинуто и расследование не ведется. По-прежнему неизвестны и точные причины ухода Блаттера с поста главы ФИФА, ведь всего несколько дней назад он с фурором переизбрался на пятый срок. Поэтому вчерашнее заявление стало для всего мира полной неожиданностью. «Несмотря на то, что члены ФИФА выдали мне новый мандат, переизбрали меня в качестве президента, этот результат поддерживают далеко не все в мире футбола. Это фанаты, клубы, игроки. Собственно, те, для кого футбол – это их жизнь. Вот почему я намерен созвать чрезвычайный конгресс и сложить полномочия». В Международной федерации футбола Блаттер работает 40 лет, с 1998 года президентом ФИФА. Из федерации он создал концерн мирового масштаба, главный продукт которого – футбол. Только за последние 12 лет оборот ФИФА вырос с 575 миллионов до 2 миллиардов долларов. Этим успехом Блаттер и оправдывал до последнего момента свой особый статус. «Мой манифест – это та работа, которую я выполняю для ФИФА». За все эти годы Блаттер обрел, по его словам, хороших друзей. Прежде всего, в Океании, Северной и Центральной Америке, Азии и Африке. Значительную часть доходов ФИФА он направлял именно туда. С одной стороны, это принесло пользу футболу. Но с другой – Блаттер создал сети, которые поддерживали его власть и влияние. Лишь в последние годы УФА в Европе стал оказывать сопротивление, но зачастую слабо и безуспешно. Тем не менее, заявление об отставке Блаттера многие в ЕС восприняли с облегчением. Это абсолютно правильное решение. Хотя кто-то и может сказать, что оно запоздалое. Ведь, несмотря на победу на Конгрессе ФИФА, призывы к отставке не стихали. И конец этой истории, которой так необходим ФИФА, возможен только с новым лидером. После заявления Блаттера в центре внимания общественности и СМИ вновь оказались чемпионаты мира в России и Катаре. Швейцарская прокуратура в настоящее время проводит расследование относительно фактов коррупции при выборе хозяек соревнований. Вернуться к обсуждению двух мундиалей предлагает и глава футбольной ассоциации Англии Грег Дайк. 22-й год. Все зависит от того, что покажет расследование. Если не будет выявлено никакой коррупции и будет ясно, что Катар честно выиграл, то он сможет провести чемпионат. Вообще же журналисты проделали огромную работу по чемпионату 22-го года. Особенно газета Sandy Times, которая рассказала о большом количестве взяток. Но вы знаете, пока уверенности нет, сделать ничего нельзя. Что же касается выборов нового главы ФИФА, то ожидается, что решение о дате проведения съезда Федерации будет принято в период с декабря 2015 до марта 2016 года. До этого функции главы ФИФА, правда уже в роли хромой утки, будет исполнять Йозеф Блаттер.